Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что у нас... Ну, одно из предпосылок нашего рассуждения было, что этика возникает только тогда, когда мы имеем дело с взаимоотношением людей, а не когда речь идет об отдельном изолированном индивиде. И поэтому важно проговорить на самом деле, как же быть с этой этикой отдельного человека, существует ли она вообще или не существует. Для того, чтобы этот вопрос прояснить, надо понять, в чем состоит основная проблема. Основная проблема состоит в том, действительно, может ли человек в отношении себя совершить зло. Если мы берем, допустим, древних философов, скажем, Сократа, или Платона, который написал диалоги с Сократом, то Сократ, например, держит сомнение, что человек не может принести себе зло. То есть человек всегда находится в позиции, что он всегда желает себе добра. И не может совершить в отношении себя зло. И в этом, как бы, он находится, состоит, как бы, разумность человека. И вот эта классическая позиция указывает, в частности, у древних, что этика возникает, когда человек соотносится с другим. И добро возникает, да, когда человек действует отношение другого. И зло, да. И зло, да. И добро, и зло, когда человек действует отношение другого. Но с другой стороны, вроде как, допустим, в философии Кайдигера есть какая-то этика ответственности за самого себя. То есть у Кайдигера человек вписан в мир, он как бы спроектирован на этот мир, и через соотношение с этим миром, то есть через подручные вещи, он каждый раз возвращается к самому себе, и он находится в некотором роде в таком этическом взаимоотношении с самим собой. То есть он может быть в измерении подлинности или неподлинности, то есть он может впасть в забвение самого себя. То есть человек ответственный за то, кем он станет, как он себя осуществит. И то есть как бы вроде возникает из этого вот некоторая этика ответственности для человека перед самим собой. И вот как бы вот две крайние точки зрения, и вот я предлагаю их обсудить. Мои аргументы, да, почему человек все-таки не может принести себе зло, не может в отношении себя совершить зло. Прежде всего, как бы вот здесь надо просто, типа, обсудить не такой вот феноменологический эффект. Вот, например, все в детстве знают такой опыт, как ненависть к самому себе. Иногда у меня, по крайней мере, такое было, что я высказывал в отношении себя, что я себя ненавижу. И вот в этом разделении, да, что я ненавижу себя, вот есть как бы две позиции. С одной стороны, позиция содержания, да, то есть то, что ненавидится, это я сам. А с другой стороны, позиция того, кто, собственно, осуществляет эту ненавидность, да, того, кто ненавидит. И вот в этом расщеплении вот этого феноменального опыта возникает все-таки странная ситуация, что я тот, кто ненавидит, все-таки уважаю себя за то, что я ненавижу себя. То есть в этой моей ненависти к самому себе проявляется одновременно такое амбивалентное чувство, как и уважение за то, что все-таки я эту ненависть проявляю. То есть есть некоторый, может, позитив, да, вот в моей воле ненавидеть самого себя. Или, допустим, можно взять другой пример, более характерный, более, как бы, такой крайний, да, вот пример самоубийства. Вот казалось бы, что, по крайней мере, человек может быть себя убит, и, как бы, понимаем, что если мы считаем, что жизнь – это абсолютная ценность, то смерть, как бы, это, как отрицание жизни, это является злом. То есть убить самого себя – это злом. И сам человек, поскольку он может себя убить, вроде бы оказывается возле, и может совершить в отношении себя злом. Но теперь же, опять же, если мы раскладываем эту ситуацию на составляющие, точно так же, как с ненавистью, то у нас получается так, что человек ставит себе целью убить себя. И вот эта цель, она в своей воле, в своем воле, является чем-то позитивным. И когда он себя убивает, он осуществляет эту позитивную цель. Точно так же, как в ненавистью, здесь проявляется некоторого рода польза, состоящая в том, что он поставил цель и ее осуществил. Получается, что даже в самоубийстве человек не приносит себе зло. То есть, конечно, человек может принести себе вред. И мы отличаем зло от вреда. Мы говорим, что зло – это тот вред, в котором есть намеренность принести этот вред. Мы, люди, можем принести себе вред. Мы можем там себя увещать, мы можем там, допустим, аскет какой-нибудь, он сидит где-нибудь в пещере, да, и с точки зрения светского человека наносит себе вред. Своему здоровью, да, вот, там, медитирует, там, голодает, там, как-то, себя лишает, там, постом, там, молитвой, каких-то естественных потребностей. Вроде это вред, но с точки зрения аскета, это высшее благо для него, потому что он поставил себе некую цель, да, и эту цель осуществляет. То есть, мы, иначе говоря, можем путем некого вреда самому себе достигать некоторого рода целей. Но это не значит, что мы, нанося себе некоторый вред, находимся возле, да, и совершаем отношение к себе некое зло. Потому что наша цель всегда оказывается позитивной. Какой бы она ни была, даже если это цель уничтожить самому себя. Вот такое рассуждение, и из него вроде как должно следовать, что человек не может в отношении себя совершить зло. Если человек не может в отношении себя совершить зло, то естественным образом он не может в отношении себя и добро совершить. Да, потому что зло и добро находятся, как бы, во взаимном определении, да, то есть они либо одновременно существуют, либо они не могут существовать отделенно друг от друга, это понятие взаимосоотносимое. Поэтому человек в отношении себя может только вред совершать и пользу. Точно так же, как и в отношении неодушевленных предметов. Да, ведь мы не говорим о том, что человек в отношении неодушевленных предметов совершает добро и зло. Он просто в отношении предметов может совершить некоторую пользу или вред. То есть причинить какому-то предмету вред. Но, с другой стороны, поскольку предмет может кому-то принадлежать, да, то, как бы, через предметы мы можем совершить добро и зло в отношении других людей. Допустим, если я порчу собственность какого-то человека, то через собственность, как бы, опосредуется мое зло в отношении этого человека. Когда я нашел вред предмету, казалось бы, но на самом деле предмет принадлежит человеку, я нашел вред фактически человеку. То есть самому предмету я не могу принести добро и зло, но я могу принести зло и добро тому человеку, кому этот предмет принадлежит. Вот примерно вот такая логика. Она очень существенна для понимания, что такое этика. Либо-либо этика отдельного человека, отдельного индивида, изолирована от всех других людей, возможно, да, то есть, как бы, либо мы находимся в отношении, себя в неком этическом измерении, либо невозможно. Вот я вот держу с точки зрения, что не возможно, что этика отдельного индивида невозможна. Что отдельный индивид, изолированный, живущий на необитаемом устрове, не подлежит этическому измерению. Кстати, единственное, сейчас еще замечание такое, когда мы определяем зло как намеренное причинение вреда, наверное, все-таки лучше говорить не о намеренном, а о осознанном причинении вреда. А это подразумевается. Нет. Дело в том, что, ну, допустим, на примере, если человек, допустим, вор у кого-то крабет кошелек, да, его ведь задача не плохо сделать этому человеку, его задача получить кошелек. Но он осознает, что другому от этого будет плохо. То есть... Ну, ты правильно говоришь, да. Можно... Понимаешь, здесь я еще не очень понимаю, какими правильными терминами нужно это все высказывать. На самом деле, когда мы из вреда и пользы выделяем намерение, мы просто хотим указать, на самом деле, что очень важно определить в действии определенность свободы. Потому что когда... Что такое намерение? Это тот способ, каким я определяю свою свободу. По отношению к чему-либо. Вот если... Вот я хочу... Я совершаю какой-то вред. Но я могу этот вред совершить случайно. Я повернулся как-то, случайно кого-то заделал, нанес ему вред. Поскольку в этом случайности нет моей определенности свободы, то это не является злом. Или, например, я нашел кошелек. Да, это как бы... Это польза. Но поскольку в этом никакое не было проявление моей свободы, да, это просто стечение обстоятельств, то в этом тоже нет измерения этического. То есть в этом точно так же нет добра. Но добро и зло появляется только в том случае, если есть мое самоопределение свободы. Когда я свободен, к чему-то самоопределяюсь. Это можно выразить, как я говорил, словом намерения. Можно сказать, как ты говоришь, словом осознания. Можно выразить, как словом желания и так далее. В любом случае, мы вот разделяем определение свободы и, собственно, как бы то, что... В чем состоит эта определенность. Вот есть некая форма действия, да, то есть то, как определяется свобода, а есть содержание этого действия. Вот содержание этого действия – это польза. А форма его – это вот некое... Это свободное мое самоопределение по отношению к этой определенности, к этому действию. Если содержание того, как я определяю свою свободу, направлено на пользу, то это добро. Если оно направлено на зло, то есть если оно направлено на вред, то это зло. То есть вот эти определения, они просто даны для того, чтобы как-то можно было с ними работать. Потому что нельзя смешивать вред и зло, и добро, и пользу. А повсеместно это смешивается. Из-за этого возникают многие трудности в понимании, что такое добро и зло. Стас говорит о вреде. Да. Я говорю не о вреде. Почему? Нет. Я говорю об осознанном причинении вреда, это и есть зло. Нет, но осознанное это фактически на беденность. Когда сам обводка в кошелек, он причиняет вред. Это не вред, это зло. Потому что он осознает, что человеку будет от этого плохо. Но он же для себя создает какие-то преимущества. Нет, но он же сам определяет самого себя. То есть он свою свободу направляет на то, чтобы заполучить. Стоит посмотреть, бывает ли вот такая ситуация. Она бывает, безусловно. Когда мы воруем кошелек для того, чтобы нести вред другому человеку. Ты можешь воруешь кошелек для того, чтобы приобрести пользу для самого себя, с одной стороны. А с другой стороны, бывает, что ты вооружишь самый кошелек, чтобы человеку причинить определенного рода неприятности. Бывает и так, конечно. Да, но по большому счету. Вот и говорят о ситуации, я и говорю о ситуации вреда, когда ты причиняешься допросом у себя. Ворой кошелек, обретая с собой деньги, которые находятся в этом кошельке. Но в это время параллельно причиняешь неприятности другому человеку. Дело в том, что надо же тогда это отличать от другой ситуации. Ты вред можешь причинить совершенно неосознанно. Кого-то толкнул случайно. Можешь, да. А здесь уже вред осознанный. А здесь это не важно по сравнению с ситуацией зла как такового. Ну да, бывает неосознанно. Шел, шел, шел. На граблю наступил. У тебя по лбу заехал. Это тоже... Заметьте, в чем разница между таким неосознанным вредом и осознанным? Разница состоит в том, что в одном есть самоопределенность свобода, а в другом нет. А этика как раз связана со свободой этого человека. Там, где есть свобода, там и есть этика. Там, где нет свободы, там этического измерения нет. Да, то есть тогда получается, что человек, который ворует кошелек у другого человека, находится в неэтическом пространстве. Почему? Он ворует, потому что это в этом воле его состоит. Значит, он же мог бы не воровать. Да, да. Для профессионального карманника это просто способ жизни, безусловно. Вот как мы едим, что-либо делаем. Кто-то грузит эти вагоны. Нет, не, 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 смотри. Выбор стать карманником, это тоже его выбор? Нет, подождите, ребята. Тут же в чем проблема? Проблема состоит в отношении двух свобод. Понимаешь? Когда мы говорим об этическом измерении, это не достаточно, что моя свобода самоопределилась как-то. А важно, что на самом деле и у другого свобода тоже как-то самоопределилась. Но другой ведь не хотел потерять этот кошелек. Получается, я на самом деле воспользовался своей свободой и фактически наступил на свободу другого. Это совершенно не важно. Нет, в этическом измерении очень важно, каким образом соотносятся именно две свободы. Да, тогда я хочу сказать, что ситуация на ограничение свободы с кошельком, она находится в неэтическом, тогда получается, в неэтическом пространстве. Почему? Потому что это как березку срубить. Нужно дрова на костер взял, березку срубил. А березки-то и неприятно быть может. Если я ограничил свободу другого, я его право не ухажлек, это ограничение свободы. Это означает, что это этическое измерение. Потому что я самоопределил свою свободу на ограничение свободы другого. Так ты пытаешься найти в содержательном? Нет, я пытаешься в этическом, я всегда нахожу в самоопределенности свободы. Все наши свободы по отношению друг к другу как-то самоопределены. Почему нельзя воровать? Не потому что на самом деле принцип такой, если Бог сказал не воровать. А потому что воровство это и есть ограничение свободы того, у кого воруют. Одна свобода, тот кто ворует, ограничивает другую свободу. А учить других людей можно? Учить других людей можно. Почему? Если другой человек согласен. Понимаешь, если другой человек согласен отдать мне кошелек, это не воровство. Да, но иногда мошенничество. Иногда мошенничество, да, если это обман. Потому что обман это опять же причина. Да, безусловно. А бывает еще ситуация, мы в лодке, когда человек говорит, а у меня пирамида. Но вы все равно принесите мне деньги Он даже не мошенник Это все понятно Просто с формальной точки зрения Все эти примеры укладываются А вот не мошенник Не по уголовному кодексу Все эти примеры укладываются в понятие Каким образом соотносятся две свободы Одна свобода ограничивает другую свободу Они на самом деле должны находиться в таком соотношении Они взаимно должны друг другу уступить Чтобы каждый дал свободу другому И не имеют права ограничивать чужую свободу Поэтому учить другого человека нельзя Если другой человек согласен учиться То может другой человек А если он не согласен учиться Тогда и нельзя учить Это насилие и ограничение свободы И мультикультуализм из этой же серии Потому что нельзя пребывать сведения своей культурой Когда у них принято У них хорошая, милая культура Принято, как мы сегодня говорили Стерилизовать женщин без высшего образования Мы не имеем права им проявить свою навязывать волю Еще раз говорю Это речь идет не о двух свободах Мы пока на элементарном уровне говорим А речь идет об обществе Там возникает много свобод И эти много свобод Организуют тем способом Что возникают законные и некоторые общественные договоры Это просто дальнейшее развитие темы Таким образом Много свобод Взаимно ограничивают друг друга Естественным образом в обществе необходимо взаимоограничить Иначе будет война всех против всех Такой пример Когда человек находится в другом понятильном аппарате Например, саентолог У них есть такое понятие, как подавляющая личность То есть человек, который психологически подавляет И принесение вреда в твоих до смерти Саентологи вообще известны тем, что у них все понятия перевернуты Как тогда быть? Он действительно считает приносить человеку вред Что он совершает вплоть до смерти Что он совершает хорошее дело доброе И мы многократно этот вопрос обсуждали И обсуждали этот вопрос Мы приходимся к тому же самому хоку Что маленький мальчик или девочка Которых собирается изнасиловать Чикатило Мы не можем остановить Чикатило Потому что таким образом Мы наступаем на его волю Нет, мы уже этот вопрос решили То есть этот разговор Это... Давай лучше сюда некие новые темы не вбрасывай Я не вбрасывай Потому что... Это задача трехтела, она уже решена Так что сейчас задача трехтела Это специфическая задача Ты требует отдельного Как она решена? Только когда тело больше, то он и поверит Нет, просто если твое стремление состоит в том Чтобы защитить ребенка В этом проявляется твое добро И ты действуешь В твое намерение состоит в том Чтобы защитить ребенка И поэтому ты имеешь право Ограничить свободу насильника То есть твое действие по тому добру Потому что в твоем намерении Это заключена польза для ребенка А если он собирается березку спилить То не имею права Его ограничивать Если березка никому не принадлежит Он имеет право ее спилить Почему нет? Это предмет Если она никому не принадлежит Взял и спилил В чем проблема? В партию общественному она принадлежит обществу В партию принадлежит обществу Значит она вступает на чужую свободу Ограничит нашу свободу Можно защитить березку Вплоть до смерти Да, можно А в лесу В лесу тоже Еще раз говорю Валя, вот на твой вопрос Нет никакой Произвола В определении Добра и зла Нельзя так сказать Что на самом деле Добро можно как угодно определить Либо есть некая структура Формальная Она для всех одинаковая Для меня Для всех людей Всех времен и народ Либо если ее нет Если все позволено Все произвольно То тогда Мы бы не могли бы Организоваться в обществе Таблетку нельзя маленькому мальчику давать Потому что мальчик не хочет Да это все конкретные примеры Я же еще раз говорю С формальной точки зрения Речь идет о том Как соотносятся различные роды свободы Если говорить Допустим С термином кругов Эйлера Только вот берешь Вот этот круг Эйлера Черкишь Вот внутри этого круга Это круг твоей свободы Другой круг Это другой человек Это другой такой круг И можно рассматривать Таким как эти круги С друг другом соотносятся Если один круг Наступает на другой круг И ограничивает его свободу То тем самым Этот поступок является злом Они могут быть нейтральным образом Соотноситься Они друг друга Как бы Просто это все завалено Когда ты говоришь о свободе Всегда понимается Что ты произойдешь В качестве самостоятельного Живого существа Для чеченца Для нормального Чеченца Все остальные люди Не люди Да Или для профессионального бандита Или вора в законе Те, которые не принадлежат Преступному в этом Тулахии Они не люди Для крепостника Рабы его были Они тоже не обладали Или опять же Другой вопрос Скатываешься Что по конкретной Это разговор Этот разговор Начинает очень сильно напоминать Разговор о евреях в субботу Нет Этот разговор На самом деле Есть некая формальная этика Которая Бесотносительно даже Какие конкретные индивиды Чеченцы Иудеи Кто там русский И так далее Взаимоотносятся Есть просто формальная этика Это один уровень разговора А когда еще Ну помимо формальной этики Есть еще и дальше Неформальная этика Которая как раз указывает На то, что добро И зло конкретное И тогда возникает Необходимость Учитывать все определенности Но это еще более высокий разговор Мы сейчас договоры Просто не касаемся Булат Я как-то Все не могу говорить Так В чем все-таки На твой взгляд Критерий Отличить Зло От вреда Зло От вреда Отличается тем Что Зло Это Содержательно Ничем Но Зло Отличается тем Что в формальном Соотношении Зло Есть некоторое Зло присутствует Намеренность Моей воли То есть Сознательность Сознательность Можно сказать Намеренность Можно сказать Определение Моей свободы Моя воля Можно сказать Во всем этом Во всем этом присутствует нечто, что составляю я сам. Я присутствую в этом действии. Вред – это что такое? Я в этом действии присутствую как объект. А ты как субъект я присутствую. Хорошо. А добро? Добро – то же самое, только это определенность его совершить пользу. Как критерии оценки? Где польза и где вред? Это, опять же, вопрос важный. Дело в том, что я могу намереваться совершить пользу, а по факту совершу вред. Такое бывает. И поэтому я должен стараться довести ту пользу, которую хочу совершить, до своей реализации. Это целая проблема. Это проблема этики. Каким образом давать реализацию? Ты причинишь вред, но ты не причинишь зло. Это как раз понятно. Но тогда, получается, у тебя было, что все-таки зло себе причинить нельзя. Да. Собственно, я не хотел это обсудить. Я считаю, что зло себе причинить нельзя. Но есть позиция, да? Может быть, ее можно обсуждать. Вот, например, Игорь такой позиции держится, что зло можно причинить только себе. Вот Игорь, может быть, сейчас расскажет, а почему зло можно причинить только себе? Потому что Игорь считает, что в отношении других людей можно причинить только вред и коль. А зло можно причинить только в отношении себя. И это как-то связано у него с эстетикой. Да, это оказывается той самой ситуацией, что другого человека по большому нет, но у человека нет. То есть я вот описываю ситуацию, которую задает вам у Стас, кражи кошелька, когда человек поступает, совершив, крадет кошелек для того, чтобы приобрести благо себе, как со спильной березки, как собирается рожечь костер, нужны дрова, выпилить бедную несчастную березку, которая наконец-то стала кому-то золомать. Вот ты золомывал эту березку. Таким образом. То есть получается, что ты совершаешь вот эту ситуацию, да, ты осознаешь, что человек придет домой, найдет, что карточки из его кошелька украдены, если было в блокадном Ленинграде, будет горько плакать, а потом яжет и умрет. Это я понимаю. Но я причиняю как бы пользу себе, украдя его карточки и продлевая собственное существование в блокадном Ленинграде где-либо еще, надо отразить на сроку времени. В этом смысле я говорю, что я причиняю этому человеку вред, а приношу пользу самому себе. Ну вот я так рассуждаю. А когда мы говорим о зле, то речь идет именно об той самой намеренности. И вот это самое зло можно, в первую очередь, причиняешь самому себе. Почему? Да потому что в самом себе вред от зла отличен. Бывает вред в самом себе. Я ударил молотком по пальцам, хотя я не хотел, я принял не то лекарство, заболел и умер и так далее. И всякие такие вещи. Бывает, что я ошибся в собственном диагнозе, с тем, что со мной происходит и поступил каким-то образом не так. Но здесь она, почему речь идет о зле? Да потому что, что в этом самом акте намеренность, когда я причиняю себе какую-то галость, например, поканчиваю жизнь самоубийством, она по большому счету неизбывна. Она есть всегда. Намеренность. Совершая, заканчивая жизнь самоубийством, я причиняю себе неприятность именно как таковую. Именно с намеренностью причинить себе неприятность. А не обнести новую жизнь. Многие самоубийцы... Ну а у гону человека, кто считает, что неприятность приносит зло? В общем, кстати... Убиваешь другого человека. Неприятность себе приносит. Человек просто с такой же стремится, допустим, от невыносимых страданий хочет избавиться. Да, я и говорю. То есть не в том смысле, что... Так это и не зло, это поле, кто-то... Да, это не в том смысле. Я могу самоубийство совершить таким образом, что я просто стремлюсь... Мне не нравится эта жизнь, я стремлюсь к другой. Или я болел, 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 прикончил жизнь самоубийством и пришел... Так это не зло. Это не зло. Так что он не может защищать зло? Почему? Почему нет? Ну иногда же он делает выбор в качестве самоубийства не из того, чтобы избавиться отчинствами, а для того, чтобы причинить себе именно зло, именно как в честье небытие. Правильно, осуществляет это чистое небытие. Это же его намерение, оно позитивно. И значит, осуществляя это намерение, он все равно оказывается в пользу. Потому что он осуществил это намерение. И что из того, что он осуществил? Это и означает, что он все равно остается в пользу? Нет, а почему здесь считается, что он остался при этом в пользу? Потому что ты говоришь, что раз это... Ведь намеренность, это не означает пользу. Нет, смотри, намеренность всегда, моя воля, всегда находится в позитивии. Что бы я ни делала. А с какой... Подожди, даже если определенность не негативная... А почему? А сама воля, как воля, как бытие, всегда позитивна. А почему? Ведь это же может быть волей и небытие. Правильно, это воля к небытию, небытие здесь только определенность, содержательная определенность. Сама воля, она независима от того, к чему. Но воля, это как таковая, безотносительно ее определенности, она как бытие, она позитивна всегда. Чему бы она ни определялась, это к уничтожению или к созиданию. Сама по себе воля, как воля, как бытие, она всегда позитивна. И что? И именно отсюда и следует, что я не могу причинить себе зло. Потому что я всегда нахожусь в позитиве, насколько я проявляю воля. Это то же самое, что в момент, в который я существую, в любой момент, когда я действую, я существую. Все, что я делаю, это есть действие существования. На самом деле, здесь рассуждение Декарта, прямым образом это проявляется только в этическом измерении. Прямым образом это рассуждение Декарта, это значит, что не этики. Но это на самом деле не так, потому что... То есть Декарт не прав. Почему здесь Декарт? Потому что то, что Декарт рассуждает мышление, здесь просто и рассуждается... Просто так говоришь, себе нельзя принести, другому нельзя принести, причинить зло. Можно. Ты говоришь, что другому нельзя причинить. Можно, можно, можно причинить другому зло. Действительно, можно. Нет, просто в этих терминах разница между Булатом и Игорем следующая, что они согласны с тем, что они согласны с тем, что злом можно называть только сознательное причинение вреда. Поэтому зло, причиненное другому, действительно зло, если оно сознательно причинено, а не так случайно толкнув. Вопрос, пункт расхождения только в том, можно ли зло причинить себе. И вот в чем вся штука. Булат говорит, что нельзя. Почему? Потому что любое действие, любое действие, неважно какому содержанию, оно и есть самореализация. И тем самым это добро. Да. Именно так. Подождите, а как же наркоман, который сам себе причиняет зло, он же потом это к смерти ведет. Вред. Он так как-то себе вред причиняет. Он причиняет себе вред. Да он вред причиняет. Это зло. Почему? К самому себе по отношению. Он вред причиняет. Он вред причиняет. Наш терминология причиняет себе вред. Он ловит кайфу. Ну да. Несмотря на то, что организм, он обменивает свои будущие. Но он реализует этот кайф. Понимаешь, как бенифорист. На настоящую вещь. Понимаешь, вот счастье. Получается, что одну счастье самому себя уничтожает для того, чтобы другая счастье наслаждалась. Да. Этим уничтожает. А Влад говорит, что я не могу стремиться причинить себе вред, потому что всякий раз, когда я что-то причиняю, я оказываюсь в ситуации должествования и любых я. Поэтому все мои действия должны быть действиями бытия. Ну, они не то, что должны быть. Они есть. Они есть по факту. Они есть по факту. Хорошо. Теперь, давай к тебе. Ты все-таки говоришь, что зло себе причинить можно. Так. Окей. Как возможно? Я полагаю, что ситуация небытия, как небытия, она удерживала. Ну, вот а небытия нет. Ну, вот понимаешь, это вот... А чем ты кроешь, подожди, а чем ты кроешь аргумент Булата, что любое действие есть самореализация? А ничем не кроешь, она просто не уйдет к этому отношению. Это то же самое, что сказать, что для того, чтобы умереть, я должен в последний раз вздохнуть. Ну, да, я должен в последний раз вздохнуть, но из-за этого не следует, что моя смерть – это взбах-выдох. Совершенно не следует. Нет, ну я же говорю, что такое добро и воля – это некая определенность воли. Вот я как-то себя, свою волю определяю. Или, как он говорит, Игорь, хорошо высказывает. Ну, подожди. Есть некая реализация моей воли. Ну, есть же опыт. Формальная реализация, независимо от того, что... Мышление чистой формы, как таковой. Булат, он говорит, что мышление чистой формы, оно всякий раз есть нечто. Почему? Потому что мысль не чистоту, а мысль. Вот что он говорит, была. Ну, да, ну, да. Я так хочу говорить, что важно, что мы мыслим. Мы мыслим – не бытие. Не важно то, что мы его мыслим. Мыслим именно не бытие. То есть важен результат. Абулат говорит, что мы мыслим на самом деле – бытие, потому что мыслим. Да нет, ну правильно. Даже если мы мыслим не бытие, то мы все равно мыслим его. Да. Ты это и говоришь. А я держусь в противоположной точке зрения, что не бытие как таковое – оно возможно. Важно не то, что мы его мыслим, а то, что мыслим небытие. Ну и что надо? Я понимаю, что суть в этом вопрос интересная. Во-первых, из-за того, что мы мыслим небытие, мы все равно находимся в ситуации мышления. Это я уже сказал тебе. Я хочу задать вопрос. А вот человек, который посадил другого на иглу, он же сделал ему зло или вред? А смотря как? Если он случайно посадил его на иглу? Нет, намеренно. А тот принял это, и получается у вас что-то вред. Да, это вред. Потому что если он принял это по своей воле, тогда его воля самоопределилась к этому принятию. Тогда не важно, что другой человек его посадил на иглу, тогда он сам сел на иглу. Вред. Почему? Если человек не знает. Ну, тот ему сказал, что вот вы... Здесь проблема в том, что каждый конкретный случай, вот видишь, ты начинаешь уточнять. Каждый конкретный случай надо разбирать в своей конкретности. Потому что такое зло, оно требует вот этой конкретности. Либо ты в абстрактном смысле предлагаешь пример, но тогда ничего не уточняешь. Понимаешь? Самое важное, как определилась воля. Либо это насилие, и тогда это зло. Либо эта воля сама самоопределилась к чему-то. Тогда это просто вред. Не, ну правильно, если человек неопытен, он еще, ну как, молод, и не знает жизни этой, и ему кто-то дает совет какой-то такой, что вот он принимает, и во вред ему... Ну во вред, но это зло, явное зло. В каждом конкретном случае это надо отдельно разбирать. Но все равно получается, что мы можем... Своей реализации требует конкретного изучения. А я говорю, а что если обсуждать абстрактно, с формальной точки зрения, важно, как самоопределилась воля. Тут важна именно самоопределенность воли. К вреду, либо к этому пользу. Можешь сама просто этот пример пододумать, как вот взять во всей конкретности, и попытаться понять, что же тут как-то случилось. А может тут случилось случайность, условно говоря, упал на иглу и стал наркоманом. И не было никакого самоопределения воли. Да это просто чистый вред. Человек может идти-идти, камень сверху упал, по голове ударил, это же не зло. Но это вред. С другой стороны, человек сидел, сидел, увидел иглу с наркотиками, подумал, а почему бы не попробовать, и взял и себе вколол. Это самоопределил свою волю. Он сам себе причинил этот вред. Он совершил отношения... А нет, он самоопределил свою волю. Он совершил отношения себе все равно вред. Потому что его ответ была, поделилась его воля. Слушай, Влад, но тут ведь есть вот такая штука, на мой взгляд. То, что человек определяет себя своими поступками, своей волей, это правда, и это нечто положительное. Тут я согласен. Но это ведь, по-моему, не вся правда. А вся правда состоит в том, что если я совершаю какой-то противоположный поступок и как-то противоположным образом себя определяю, то это означает, что я, как я прежний, умираю и становлюсь другим я. А что, нет единства я, нет у нас? А я вот не вижу, как оно здесь будет осуществляться. Потому что просто оно же не собирается в некоторой абстрактной точке сборки. Человек реализует себя, это значит, что он реализует себя как-то, а не просто в качестве абстрактного деятеля. Я могу даже по-другому сказать. Ну, пускай человек разорванный каждый раз самоопределяет себе новый человек, да? Да. То есть он не склеивается в некое единое, не едином субъекту. Но ведь каждый раз он самоопределяется позитивно. Но это не снимает, это не снимает того обстоятельства, что он умер, а потом стал другим. И это означает, на мой взгляд, что… Вот я к чему все клоню. Мне кажется, что твоя точка зрения, будучи чистым как бы воспроизведением платоновской, да, она замечательным образом, ее следствие иллюстрируется греческой трагедией, которая состоит в следующем. Там сюжеты бывают разные, но формальная канва всегда одна и та же. Есть некий человек, который реализует себя в служении какому-то Богу. И реализует хорошо. Ну, вот он там просто, Бог или Богиня, прям появляется на сцене и говорит, молодец. Вот этот вот просто молодец. Служит мне прям так, как надо. Все хорошо. Но именно из-за того, что он хорошо служит этому Богу или Богине, приходит любой другой Бог и говорит, слушай, ты так хорошо служишь Афродите, а давай-ка ты заодно еще и Артемиде послуживай. Ну, нет, и у Ипполита было наоборот. Он служил Артемиде, приходит Афродит и говорит, слушай, ты такой молодец, давай послужи мне. И выясняется, что он, конечно, реализовывал себя, он реализовывал себя определенно. Но он не может одновременно служить одной Богине и другой. Почему? Потому что служить Артемиде, это означает хранить девственность, не заниматься сексом и быть охотником, славным охотником. Он это и есть. А служить Афродите, это служить Богине любви. Это прежде всего заниматься знатно сексом. И когда ему Афродита говорит, а что это такое, ты ей служишь, а мне нет. А ну давай сюда, служи мне. Он говорит, я не могу. Я же не могу, я вот такой, какой я себя определил таким образом. Он не может, как ты считаешь, что просто плюнуть, что называется, сейчас он служил Артемиде, да какая разница, в следующих актах я буду служить Афродите. Он не может, он не может пойти на смерть самого себя. Да, то есть оказывается странная ситуация, когда небытие может быть определённым. То есть служение Артемиде на фоне бывшего служения Афродите, это и есть как бы небытие. Именно небытие. Да, оно определённо. Он не может его принять. Но оно определённо, оно именно имеет форму. Оно не является ничем. Я что хочу сказать, что конечно… Помнишь разговоры? Да нет, это не георгий анализ. Это у нас просто особенно. То есть с некоторой точки зрения действительно нелепо думать, что человек сам себе причинил зло. Но это означает, что он не в состоянии определяя свою волю так-то, потом начать определять свою волю иначе. Он не может этого сделать. Потому что это значит умереть. Ну да, потому что это не региональность. Почему? Если это один человек, то тогда это просто раздраяние личности, это шизофрения. Да. Я должен умереть. Ты понимаешь? Я должен умереть без дураков, чтобы стать другим человеком. Кто в здравомомении это будет делать. Но жизнь заставляет это сделать. Поэтому либо ты научишься значению того, что есть зло по отношению к себе, либо ты будешь вот этим несчастным Ипполитом, которого судьба просто возьмет за шкирку и размажет по столу, как побудет броду, и уничтожит тебя начисто. Смотри, если Ипполит останется в служении Артемида, если он определит свою волю только так, он ведь тогда останется, и его зло тогда никак не коснется. То есть он оставит… Нет, нет, его коснется, потому что Афродита стерва ревнивая, и она такую стерва… Но это она ему припасет. Да, совершенно верно. Но это не будет зло его по отношению к самому себе. Это не будет зло… Совершенно верно. Это не будет зло по отношению к самому себе. Но я только что хочу сказать, что если ты не знаешь зла по отношению к самому себе, тогда ты оказываешься неизменно этим трагическим персонажем. А персонажем античной трагедии. Нет. Смотри, а теперь вторая ситуация. А теперь Ипполит, допустим, перейдет на сторону Афродиты. Нет, ну понятно, что… И самоопределит себя, опять же, по отношению к Афродите. И опять точно так же не совершит отношения к себе зла. Хотя и умрет, как прежний человек. Да. То есть просто будет два человека. Один человек до перехода и после перехода. Ситуация, она невозможная, декартерская. Когда я мыслюсь, не только существую. А возможно только ситуацию, я мыслюсь, или, например, я был. Вот только так. Я мыслюсь, или, например, я был. Вот я думаю, да. По крайней мере, я совершенно точно согласен с Игорем в том пункте, что в реальности тот ход, который ты предполагаешь, что я просто самореализуюсь. И вот эта вот чистота акта самореализации – это единственное, что мне достаточно – это неосуществимо. Потому что ты всегда совпадаешь со своим актом. И если ты сначала был служителем Артемиды, а потом Афродиты, значит, ты умер в страшных мучениях. Да. Я мыслюсь, следовательно я был. То есть вы хотите сказать, что если, допустим, я из одной формы определенности перешел в другую форму определенности, то есть из служения Артемиды перешел в служение Афродиты, то одна форма умерла, а другая возникла. То есть я на самом деле… И ладно бы, если Фомат, ты сам умер. Ты сам себя убил. Как раз Фомата не умерла и не возникла в том-то и дело, а ты себя убил, это да. Я мыслюсь, следовательно я был. Это странное сахтовское дополнение к Гекату. А зачем была эта трагедия? Это достаточно сказать… Да не всегда себя убил. Если я в самоубийстве реально себя убил. Это тоже зло, что ли, участвовавши? Если я в самоубийстве просто взял себя и убил. Да, несмотря на собственную намеренность, потому что я мыслю, следовательно я был. Не мысль, следовательно я есть. Не в действии я себя осуществляю. Нет, смотри, смотри как. Я намерил себя убить. И сбросился, и разбился. Ну, в итоге я, конечно, исчез, но когда я разбился, я осуществил свое намерение. Да, но это было намерение того, кого уже нет в намерении. В самом действии это человек, в действии которого нет. Это уже получается… Это намерение того, кого в действии нет. Я понимаю. Тут вы уже хватаетесь за какую-то там софистику, понимаешь? Получается так, чтобы когда я исчез, как бы… Мое намерение только тогда осуществилось, когда я сам исчез. Да. Ну, это какая-то, знаешь, казуистика какая-то, на самом деле. Ну, а чем тебе это Декартовское уточнение Декартов не нравится? Что я… Моей мыслью секретно я был. Чем оно казуистично? Понятно, что… Так уже дело… Понятно, что я не могу… Понятное дело, что я не могу быть свидетелем осуществления своего намерения, если это намерение к смерти. Да, если я, на самом деле, решил себя убить, то я не могу стать свидетелем своего убийства. Хуже, хуже. Ситуация, что ты не можешь быть свидетелем своего акта рефлексии. Вот это забавно, что ты не можешь быть свидетелем своего акта рефлексии. Нет, ну, понимаешь, для того, чтобы… Это особенно стать актом рефлексии, что в акте рефлексии ты не можешь… Нет, но в этике такие тонкости несущественные. Могу ли я быть свидетелем своего акта рефлексии или нет? В этике существенно, что я могу поставить себе цель и к ней двигаться. Да. Но тот, кто придет к цели, не имеет никакого отношения к тому, на что начал жить. Я только имею в виду. Но это вот казуистика. Я когда движусь к цели, я изменяюсь, и я уже другой. Каждый день новое солнце. Это казуистика. Если бы твоя цель была бы бытием, она, к сожалению, хуже была. У тебя же сила твоего аргумента была в чем-то. Что бы я там не совершал, к чему бы я себя не определял. Но само то голое обстоятельство, что я себя определил к чему-то, оно достаточно для равенства с собой. Так вот, я хочу сказать, что этого недостаточно. И в этике тем более недостаточно. Ты должен обнести равенство с собой какое-то. Ты не можешь его оставить абстрактным. Ты всегда совпадешь с той формой, в которой ты себя осуществишь. Ты всегда будешь именно поклонником Артемиды, но не Афрагиды. Ты всегда будешь поклонником Гефеста, но не Зевца. Это все правильно. Я совершенно согласен. Только здесь... И тем самым, тем самым, как бы утрачивается сила твоего аргумента. Потому что она у тебя была только в том, что сохранится голое равенство с собой. Но голого равенства нет. Ты всегда конкретно с собой совпадаешь. Мне не нужна голая равенство с собой. Мне нужна самореализация. То есть реализация моей воли. Где здесь эта воля злота, я не понимаю. То, что она... Каждый раз это моя воля... Вы о каком-то механизме говорите. А где результат-то? Ну, пока вы немножко углубились в размышления другое. Просто мне важно, на самом деле, что... Конечно же, я каждый раз буду осуществлять волю. Буду конкретную волю осуществлять. А не вообще, а как бы абстрактную волю. Но в этой конкретности моя воля остается всегда позитивной. Вот что важно. Сама вот позитивность, сама вот реализация этой воли. То есть реализация важна. А не абстрактное самосовпадение. Ну да, да. И тут вступает в действие старик Аристотель, который говорит, что... К сожалению, к сожалению, сплошь и ряда. Жизнь поворачивается так, что она тебя лишает возможности этой определенной самореализации. Просто лишает. Вот все просто выбито у тебя возможность быть служителем Артемиды. И что? Ты, вероятно, служителем Артемиды. Прислужишь ей. А то, что есть другая альтернатива, она есть. Ну и что? От того, что она есть, я же не становлюсь ни другим, ни третьим. А есть такое, как у меня есть. Для меня это ни хорошо, для меня это ни хорошо, ни плохо. Я думаю, что как раз вся в нагиде в том, что становлюсь. Никакой не становлюсь. Я не могу себя реализовать. Она ко мне может иметь какие-то намерения или какие-то альтернативы, а к ней там вообще никакого нет. Я ей не служу, я ее вообще не знаю. Смотри, подожди, подожди. Вот что имеет в виду, как бы, тут просто разговор немножко углубился. Что имеет в виду Игел? Он имеет в виду, что, допустим, я хочу вести правильную жизнь. И посчитаю, что если я буду служить Артемиде, то в этом будет состоять вот мое намерение вести правильную жизнь. А вдруг оказывается, что есть другой бог – Афродита. И что точно так же вести правильную жизнь – это в смысле Афродиты. И что, как бы, если я служу Афродитой, я тоже осуществляю правильную жизнь. И получается, что если я служу только Артемиде, то это только часть правильной жизни, потому что я не служу Афродите. И наоборот, то есть я самим собой вступил в противоречие, хотя мое намерение состояло в том, чтобы жить правильно. Может быть, в этом и проблема. Проблема состоит в том, что, хотя мое намерение жить правильно, оно конкретно, но тем не менее я не могу избрать одного бога, потому что, как бы, тем самым, если я изберу одного бога, я отрицаю другие возможности. Афродита не умаляет твоего служения и твоей правильности? Оно не умаляет, да, но оно… Это как альтернативный мир, есть вот камни. Я понимаю, да. Я понял, в чем дело, да. Оно уничтожает смысл твоих действий. Понимаешь? Действительно, было от прав. Вот я только сейчас сообразил. Мое намерение-то было не просто служить Артемидии. Мое намерение было совершать добро. Ну да. Совершенно верно. Но поскольку добро можно совершать только в конкретной форме, то я и совершал его в конкретной форме. А именно служил Артемидии, например. Ну, это понятно, что художественные образы… Да, да, понятно. Неважно, да, быть, да, быть хорошим слесарем. Ну и что, я совершал добро. Тут есть параллельный путь. Если я буду служить Артемидии, то я тоже самое буду совершать добро. Вот. Если разницы никакой нет, то какая мне разница, кому служить? Нет. И это было бы так. Но просто, когда обнаруживается, что быть хорошим слесарем – это благо, и вроде бы все нормально, да, но быть хорошим банковским менеджером – это тоже благо. Тут противоречия между ними нет. Да, совершенно верно. Подожди, нет. Противоречия есть. Нет, нет. Слушай, это прекрасно. Вот просто ты сейчас исполняешь роль античного хора. Потому что он всегда стоит на такой точке зрения во всех трагедиях. Просто, ну, художественная форма воспроизводится сама собой. Нет. Противоречия же есть. Да. Противоречия состоит в том, что если я думал сначала, что добро – это быть слесарем, а потом выясняется, что можно быть банковским менеджером, и это тоже добро – это означает, что мое добро потеряло смысл. То есть надо уникеть возможность. Никого она никак не потеряла. Смотри, смотри. Как вы можете сравнить одно и другое добро? Добро не может быть больше и меньше, оно просто добро есть. Подожди. И что там добро, что там добро одинаково. Банковский клерк, если у тебя есть Артемида, тебе не нужна ни Афродита, ни банковский клерк, никто. У тебя противоположность состоит между намеренностью и сознанием добра как такового и своим служением Артемида. Понимаешь, что разница? То есть между намеренностью совершать добро, добро как таковое, то есть его абстрактностью, и его конкретностью в форме Артемида. Тебе никто больше не нужен. Вот достаточно этого простого противоречия между ними, между абстрактностью добра, добра как такового и реакции. А не получается ли, что служение Артемида это просто пример? А вот этого абстрактного добра? Он, конечно, пример. Но проблема в том, что он понимается как пример. Ты сегодня не понимался как пример. Ведь пока ты являешься слесарем-сантехником, ты благ. Как только ты понимаешь, что ты благ в качестве слесаря-сантехника, то ты оказываешься в аду. Вот в чем проблема. Тебе не надо ученого, панковского клетка, никого тебе рядом не надо. Из того простого понятия, что ты служишь этому, что ты благ в качестве сантехника, это твой ад. Вот в чем интересно. Подожди, мне кажется, знаете то, в чем проблема? Это в тот момент, который порождает ситуацию. Я мыслю, что я был, вот в чем дело. Нет, на самом деле мы немного тем не поняли. Я как бы вопрос состоял о том, можем ли мы в отношении себя зло совершить. Совершенно верно. И я затеял весь этот разговор только к тому, чтобы показать какие есть следствия из твоей точки зрения, которые отрицают возможность зла по отношению к себе. Только для этого. Поэтому тут какого-то решающего аргумента я сейчас тоже не нахожу. Но мне кажется на самом деле, что то, что ты вынужден совершать добро в какой-то конкретной форме. И когда ты обнаруживаешь конечность этой конкретной формы, это само по себе уничтожает тебя как… Потому что пока ты думал, что сантехника – это хорошо, и ты был сантехник, то все замечательно. Но потом ты видишь, что ты всего лишь сантехник. Ты, конечно, бог сантехники. Нет, если ты понимаешь свое существование в качестве сантехника, как пребывание в форме сантехника. Когда ты просто сантехником – это нормально. Как ты только поднимаешь себя в существующую форме сантехника, то ты начинаешь откручивать гайки, если не будет встать вода и так далее. И тогда для тебя эта форма оказывается формой веки. Я понял. В смысле нестерпимость там. Это постоянно. То есть ты отличаешь себя от сантехника. Либо ты сантехник не отличаешь себя от сантехника, либо ты отличаешь себя от сантехника. Есть я и есть сантехник. Да, таким образом ты отличаешь себя как форму от происходящего. Если ты отличаешь себя от формы как происходящего, то тогда ты начинаешь вести себя и подобающим образом, вот в чем дело. Автоматическим образом. То есть чистая форма как форма, то есть она положена в форму небытия, ничто. Небытия – это ноль. Абсолютно. Вот это и есть форма. Я просто приближу то, что Игорь хочет сказать. Суть вопроса в чем состоит. Что на самом деле сантехник, он ведь не сводится к тому, что он сантехник, да? Что на самом деле человек – это некоторого рода возможность. Человек может быть сантехником, он может быть там монтером и прочее. Но когда человек отождествляет себя со своей формы, тогда он на самом деле в благе находится. Проблема состоит в том, когда он понимает на самом деле, что быть сантехником – это только конкретный пример его возможной реализации. Как возможность. И тогда возникает противоречие между тем, что возможность любой формы – монтера, сантехника, монаха, еще кого-нибудь, да? А может, а выражается только в одной какой-то конкретности, в одной конкретной форме. Возникает противоречие между тем, что форма как бы всевогущая, и она сжата в какую-то конкретную реализацию. И тогда возникает нестерпимость того, что ты вот только сантехник, понимаешь? Ну, не обязательно, что только сантехника, можно же и просто. Она нестерпенность возникает от того, что «я целый сантехник», а нестерпенность все равно возникает. И тогда возникает единственный способ быть самому. Не быть сантехником, а быть самому. Это отрицать любую определенность, конкретность. И отрицая любую конкретную определенность, мы находимся в форме небытия. Да, но ты можешь это никаким образом. В сути жизни сантехника в том, чтобы закручивать гайки. Эффлексия состоит в том, чтобы гайки откручивать. И вот и все. То есть ты как бы показываешь своими действиями, ну, там, вот хороший пример Достоевского, когда там с руладами, да, по поводу этого, зубной боли. Ты показываешь как бы тем, что вот то, что с тобой совершается, это для тебя как бы… Что это совершается с тобой. Ты и ты совершаешь его. Да, что ты являешься автором. А, что ты и ты и ты совершаешь, а не с тобой это происходит. Да, 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 конечно. Ты совершаешь. Что это не сантехник делает, а это я делаю. Да, 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 да. Но ты, еще раз забавно, но ты себя отличить от сантехника. Поэтому все эти дерьмо, прошу прощения, эти гаечные ключи, все остаются при тебе. Все, что у тебя есть, это чужое дерьмо и ключи. Нет, просто здесь можно при ключи. Никуда ты от них не денешься. Давайте теперь перейдем. И вот из этих подручных инструментов ты должен соорудить для себя рефлексию как таковую. Вот в чем проблема. Это вот эта проблема в художественном писании, что ты делаешь из подручных документов себя рефлексию. И теперь, подожди, теперь возникает. Допустим, я отрицаю ту конкретность формы, в которой нахожусь. Разве я этим совершаю зло? Ну вы что? В отношении себя я все равно нахожусь в позитиве. Ты опять то же самое говоришь. Ты говоришь, а, я отрицаю форму, но я же ее отрицаю, блин. Да, 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 я так и говорю. Ну ладно, ну вот это не так. Но ты совпадаешь с этой формой и отрицая форму, ты отрицаешь себя. Ты не можешь утвердиться в голове. Себя не отрицают, как раз себя уходят, отрицают форму. Нет, ну я же говорю, форма небытия, возможно. Форма небытия и состоит в том, что я утверждаю свое отрицание. Но обратите внимание, что она носит дискретный характер. Я в комрежный дискретный характер. Ну, в любом случае, я утверждаю свое отрицание. Один шаг назад, это вот так. Нет, это позитив. Утверждать свое отрицание, утверждать отрицание своей формы – это и есть позитив. И все равно я остаюсь, как ни крути в добрении, и как не могу себе зло причинить. Ну почему? Ну потому что я все равно нахожусь в утверждении. Все равно в реализации самого себя нахожусь. В реализации своей воли. В воле и отрицаю. В реализации состоит, что ты отличаешь себя от самого себя. То есть ты показываешь, собственно, небытие. Почему нет? И ты отрицаешь этим способом, я опять говорю, что я мыслью, следовательно, я был. Только каким способом? Если бы была возможна ситуация мысли, следовательно, я существую – этого нет. А возможно только ситуация мысли, следовательно, я был. Не, ну получается, единственный аргумент, который ты говоришь, это казуистика, состоящая в том, что когда я себя, ну просто я на примере самоубийства, когда я себя убиваю, то я не могу засвидетельствовать то, что мое желание реализовалось. Да. И поэтому по факту, как бы, на самом деле, пока я не могу это засидеть, то неизвестно. И это забавно. Вопрос состоит. Это как вот многовицная элементарная рефлексия состоит в дроблении. Вот здесь точно так же. Она и состоит в дроблении, а не пребывание в некой устойчивой ситуации. В некой устойчивой ситуации невозможность. Возможность ситуации вот такого дробления только. Бац-бац. Отрицал себя – восстановил себя. Отрицал себя – восстановил себя. Так это, конечно, аргумент в пользу твоего. Если оно не реализовалось, то оно вообще в принципе не может быть злом. Злом может быть только реализован. Нет, нет. Если моя воля не реализовалась, то нет позитива. Получается, я так и остался в негативе. Почему нет позитива? Нет. Но я умер как бы в негативе. Я остался в негативе, потому что я не смог засвидетельствовать свой позитив, что я умер. То есть, если я не умер, значит, моя цель не состоялась. А если я умер, то как бы я не за свидетельство на свой позитив. Понятно. Ну все. Я думаю, что здесь не... От бунтыбер я не очень понимаю, но все-таки смотри, Булат, если ты умудряешься осуществить негацию себя, осуществить отрицание себя, отрицание того, как ты был добрым, как ты был благом. Ведь это и означает причинить себе зло. Почему? Это у тебя новый позитив, состоящий... Нет, ты не стал служителем Афродиты, ты не перестал быть сантехником, а стал менеджером, ты стал никем. А это и означает причинить себе зло. Значит, ты все-таки... Да, причинить это за зло, это означает, что я был сантехником, но я не стал менеджером. В общем, дело. Я, во всяком случае, считаю, что зло в данном случае причинить, это осуществить отрицание себя. Ты говоришь, в этом есть некоторое нечто положительное. Я не знаю ничего здесь положительного, но это просто отрицание себя. Потому что это новое утверждение. Отрицание предыдущего себя есть новое утверждение себя нового. Нет, ты же не стал менеджером чем-то положительным. Ты просто уничтожил себя, как сантехник. И вот в этом пустоте, эта пустота, это и есть зло по отношению к самому себе. Это не то, что новое положительное. Если у тебя не завершилось перерождение новым каким-то качеством, то это значит зло для тебя. Нет, но если я могу удержаться в этой возможности, значит эта возможность есть некое бытие? Нет. Ну а как? Если я в ней могу удержаться? Либо если я не могу в ней удержаться, значит я всегда перекажу от одной конкретности или другой конкретности. Не-не-не, именно удержаться в возможности, как возможности, значит причинить себе зло. Тогда я могу удержаться? Это бытие какое-то? Нет. Ну а как тогда? Это удержание, ну, это редкое занятие действительно причинить себе зло. Кто спорит? И странно. Но, тем не менее, в терминах таких оно так и звучит. Просто проблема в том состоит, если это быть в таком небытии возможно, тогда на самом деле все равно остается позитивом. Потому что я утверждаю просто возможность быть в небытии. Но если быть в небытие невозможно, то непонятно, что такое тогда это небытие. Если это получается, что это небытие, то просто некое содержание. Почему это содержание является злом? Ведь каждый раз, когда мы говорим о добре с небы, мы говорим о неком бытии. Ну ладно, все. Нет, я хотела вернуться к вопросу. Ну, когда другой человек может намеренно принести зло другому человеку. Пример. Когда один человек оклеит ложно другого человека, и того человека посадили в тюрьму, запытали и, ну, в общем, должен идти. То есть это получается намеренное зло. И примеров таких очень много. Намеренно другому это может. Просто мы их пока не видим. Нет, ну другому может. Тут речь шла о том, что себе не может. Нет, а об этом мы тоже говорим. Ну, скажем так, просто есть некоторая крайняя точка зрения Игоря. Он говорит так, что зло можно совершить только по отношению к себе, в собственном смысле зло, а по отношению к другому нет. Я с такой крайностью не согласен. Для меня, например, просто сознательность поступка отличает вред от зла. Если я нечаянно причинил вред, это одно дело. Если я сознательно причинил вред, то это зло. Да, да. Поэтому в этом смысле я с тобой согласен, что вот человек так поступивший причинил другому человеку зло. Но из нас не согласен с этим только Игорь, который не анигилировал себя просто иском. Совсем. Совсем зло. Как доказательство, что возможно. Да. Ну, так что я думаю, Булар, ты умеешь по лечению себя... Ну, надо подумать, на самом деле. Давайте подумаем. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok